Полиция пришла. Полиция пришла. Девочки, как полиция. Люди в форме в эту квартиру заходят часто, благопровод всегда хороший. В этот раз принесли подарки для бывшего коллеги. Георгий Михайлович после войны работал следователем, а после сам возглавлял следственное отделение Центрального РУВД. После выхода на пенсию учил оперативников, был частым гостем в участке. Сегодня ему 95, и теперь здоровье позволяет только принимать гостей. Ходить уже я не могу. Да, я отмечу. Так. Тогда? Тогда. Ходить могу, а далеко, чтобы ходить, не могу уже. Ноги. Наверное, много ходил, потому что пешком. А всех девочек. До Берлина пешком. Пехота. На фронт Георгия Кулешова призвали в октябре 41-го. Первый бой был под Москвой. С 43-го уже более опытный боец стал следователем военной контрразведки. В ее составе прошел путь от Курской дуги до Берлина. Теперь заслуженный отдых, дача и знакомство с товарищами по духу. Вот ваш приемник. Это начальник следствия. Такой же, как и вы. Должность такая же. Вы первый, я крайний. Да. Так вот мы до того стараемся быть похожими на вас. Значит, у него сегодня, у него сегодня тоже день рождения. Вон она. Да. Позапрошлом году Георгий Михайлович потерял супругу, теперь живет вместе со своим сыном. Говорит, что жизнью, несмотря на все трудности, доволен, уверен, нужно никогда не останавливаться и ни на кого не сердиться. И добавляет, полицию тоже ругать не стоит. Полиции трудно работать. Почему? А потому что у нас, мне кажется, несовершенные законы. Почему? Потому что, ведь представьте себе, раньше было убийство, это было единицы. Это случаи были. А сейчас ведь ставится жизнь человеческая ни к чему. Очень дешево. Везде убивают. Все разборки, все это дело, понимаете. А закон-то слабенький. Форму с орденами последние годы, говорит Георгий Михайлович, надевать стало тяжело, но на грядущий праздник ветеран традицию нарушать не будет. Правда, сможет ли сам пойти на торжественное шествие 9 мая, пока точно не знает. Захар Письменник, Сергей Березовский, Новости ТВК.